На телеканале «Россия», «Вести Ульяновск», в студии Владислав Витковский. Добрый вечер. Смотрите в нашем выпуске. Пообещал помощь жителям ветхих домов. Нашел в Ульяновске образцовый дом и открыл первый съезд семейных библиотек. Сергей Степашин был в Ульяновске. Незаменимые и отважные медики готовятся к профессиональному празднику. Самым заслуженным из них уже вручают награды. Цветы, цитаты и праздничный концерт. Ульяновцы отмечают день рождения Ивана Гончарова. Город продолжает литературное лето. Сегодня Ульяновск с рабочим визитом посетил председатель наблюдательного совета Госкорпорации фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин. Он встретился с главой региона Алексеем Русских, а затем провел совещание с членами Ульяновского областного правительства и главами районов по вопросам программ капитального ремонта и переселения из ветхого жилья. Сергей Степашин также, как президент Российского книжного союза, открыл первый съезд фамильных библиотек под названием «Именами славится России». Такая табличка первая в Ульяновской области. Ее удостоен 89-й дом на Льва Толстого. Здание построено 82 года назад, но после проведенного капремонта дом снова сияет и сильно выделяется на фоне соседних зданий. Сегодня у нас все практически новые, все инженерные сети, кровля, фасад. Преображение продолжится и в этом году. Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» будет благоустроена прилегающая к дому территория. Сюда войдет и обновление газонов, а также ремонт тротуаров и заездных карманов. Статус «Дом образцового содержания» присвоен фондом «Содействие реформированию ЖКХ». Это не просто табличка, визитная карточка, что здесь чисто, тепло, уютно и красиво. Менее 100 домов на всю нашу великую Россию имеет такой знак. Для местных жителей это праздник, а для руководства региона – стимул, чтобы таких табличек, а вместе с ними и комфортного жилья в области становилось больше. Уверен, что и в нашей области из года в год будет появляться все больше и больше таких домов. Ульяновск, Ново-Ульяновск, Меликевский район, Сенгелеевский, Вишкаемский. По региону сегодня насчитывается больше трех сотен домов, которые признаны аварийными. Как ускорить переселение людей из аварийного фонда, будет решаться на совещании. На расселение домов, которые признаны аварийными до января 2017 года, фонд дополнительно выделяет 800 миллионов рублей. Солидный аванс. Сергей Степашин уже передал региону. Помощь федерального центра позволит на года сократить сроки программы переселения. Это позволит отселить тех жителей, которые должны были получить квартиры в 2025 году, решить эту проблему до конца 2025 года. Но есть и дома, которые признали аварийными после 1 января 2017 года. В них только в Ульяновской области сегодня проживает больше трех тысяч человек. Фонд, содействуя реформированию ЖКХ, готов помочь с расселением и этих построек. Но перед регионом ставят жесткое условие не срывать сроки. Те регионы, которые досрочно выполняют программу, такие права у фонда есть. Мы будем финансировать уже и после января 2017 года. На сегодняшний день, если Ульяновская область досрочно выполнит, мы готовы будем финансировать. Сергей Степашин также возглавляет и Российский книжный союз, а значит и к культуре. Отведено особое место в графике федерального гостя. В регионе обсудили роль именных библиотек в формировании культурного единства страны. Важно для пропаганды книги, для ее поддержки, для работы книжных магазинов, библиотек. Такие съезды нужны не для галочки. Сегодня важно популяризировать чтение. Участники первого Всероссийского съезда именных библиотек – гости со всей страны, перед которыми стоят конкретные задачи. Подвести итоги, оценить ситуацию сегодняшнего дня и определить перспективы для дальнейшего продвижения. Программа съезда хватит разной районной области, а сам съезд продлится до 20 июня. Артем Петров и Дамир Губеев. Вести. Ульяновск. Без капитального ремонта дом номер 13 по улице Гая стремительно приближается к числу проблемных объектов. Уже несколько лет протекает крыша. Управляющая компания готова обновить кровлю, но удивительный факт – решающий голос одного собственника не оставляет надежды на скорейший ремонт. Восемь плит нету. Трещина под окном уже расходится давно. Управляющей компанией мы все это показывали. Улица Гая 13. Дом построен еще в 1963 году. Почти за шесть десятилетий капитальный ремонт кровли не проводился. Только текущие, где можно залатать, устраняли. Но подобные меры для крыши – помощь временная. Дождить свой век хочется, не под завалами. Крыша вообще безобразная. Безобразная. Ежегодно проблема проявляется после первых дождей. Все последствия на стенах. Основной удар на себя берут верхние этажи. Из-за протечек в любой момент может произойти и короткое замыкание, как следствие – пожар. С такой опасностью уже много лет живут люди в каждом подъезде. По графику, ремонт конструкции запланирован только через пару лет. Средств на балансе дома недостаточно. Требуется около двух миллионов рублей. Собрано лишь половина. Управляющая компания готова уже в этом году преобразить крышу до идеального состояния. Но для этого требуется согласие большинства собственников. А почти 43% голосов у хозяина нежилого помещения. Первый этаж полностью занимает супермаркет. И на контакт с организацией идет неохотно. Генеральный директор у нас находится в Самаре. Мы его не видели. Здесь у нас есть женщина вроде бы как директор. Но она вопросы не решает. Мы вели переписку с ними для того, чтобы все-таки достичь кворума. Потому что кровля на этом доме требует капитального ремонта. Тем не менее, вели переписку, которая не привела ни к чему. С частной компанией, что владеет более двумя тысячами квадратных метров, переписка ведется с апреля этого года. Собственнику представлен и договор подряда, и протокол собраний, и бюллетень голосования. Сделано все, чтобы капитальный ремонт случился. Управляющая компания обещает продолжить переписку с организацией. Но процесс голосования тоже имеет свои сроки. Необходимость проведения капитального ремонта не освобождает управляющую компанию от обязанности выполнить текущий ремонт той или иной конструкции многоквартирного дома. Текущий ремонт – это устранение аварии, устранение ее причин. И даже если собственники добьются текущего ремонта, от УК решения недолгосрочные. В кровле требуется капитальное обновление, полная замена. Ведь часть плит отсутствует и часть продолжает падать с крыши дома. Конструкция уже представляет опасность людям. Марина Симофеева, Сергей Свешников, Михаил Державин, Михаил Морозов. Вести Ульяновск. В Ульяновске реализуется нацпроект «Жилье и городская среда». В рамках программы в этом году планируется привести в порядок 10 общественных пространств и 43 двора. Достаточно активно ведутся работы в Засвияжском районе. На Мини на 17 и 19 постучалась новая жизнь. Здесь распрощались с разбитыми дорогами, ухабами и лужами. В рамках нацпроекта здешние проезды одели в новый асфальт с бордюрами. Иными словами, конец разрухи. Мы произвели расширение дорожного полотна, сделали заездной карман. Работы у нас еще пока не закончены. У нас еще планируется освещение. Красивую картину дополнят малые архитектурные формы. За новую жизнь здесь хлопотали не зря, собирая подписи. Так и попали в программу «Жилье и городская среда». Она же помогла и жителям дома на Корунковой-2. Их двор преображается на глазах. 15 апреля была начата эта работа. Начало работы, в общем. Но до сих пор наши люди работают, как наши стали уже. Работают, мы маленько следим за ними, что они делают. Стараемся, чтобы лучше, качественно сделали. Кроме нового асфальта у подъездов, здесь обустраивают место для детских игр. А рядом спортивная площадка. На ней уже разровняли щебенку, скоро заасфальтируют. Всего на обновление двора на Корунковой-2 выделили 16 миллионов рублей. Город Ульянск является участником национального проекта «Жилье и городская среда» с 2017 года. За этот период на территории города нам уже удалось благоустроить более 100 дворовых территорий и 15 общественных пространств. Но на очереди другие пространства. На данный момент работы ведутся в парке УЗТС. Здесь делают детскую площадку и смонтируют освещение. На данный момент подрядчик проводит разметку. А вот прогулочные дорожки уже обновили. Устроены заездные карманы для возможности парковки посетителей. Также будет выполнено освещение. Детская и спортивная площадка. Финансирование полностью имеется на данный объект. Обеспечено. Сумма 8,2 миллиона рублей. В первую очередь благоустраивают самые рейтинговые парки и скверы. Они получили больше всех голосов в ходе народного опроса. В этом году хотят преобразить сквер «Средний венец», парк «Молодежный» и бульвар «Фестивальный». Эдуард Истомин, Михаил Державин, Вести Ульяновск. В преддверии профессионального праздника особыми президентскими и губернаторскими наградами за доблестный и самоотверженный труд отметили десятки медиков со всей Ульяновской области. Среди них и четыре лауреата ежегодной всероссийской премии «Лучшим врачам страны» призвание. Заверность профессии, новые методы лечения и личный вклад в развитие современной медицины. Теперь их имена не только на устах спасенных пациентов, но и в официальной истории врачебного дела. Награда для меня – это еще и большая ответственность в дальнейшей работе, потому что мы стоим на периферии, на страже здоровья населения. Хирурги, анестезиологи, реаниматологи, средний и старший медицинский персонал, десятки врачей из разных уголков Ульяновской области. И у каждого свой вклад в счастливую жизнь вчерашних пациентов. Ваша профессия требует высокой квалификации и терпения, глубоких знаний и постоянного саморазвития. Она требует особого душевного склада и такта, ну и, конечно, преданности своему делу. Вы не увидите здесь белых халатов, сегодня герои в штатском. Оглушительные фанфары и искренние слова благодарности звучат для них, но все это уже вершина айсберга. История начинается здесь – с приемных покоев, простых больничных коридоров и врачебных кабинетов. Я Юзин Светлана Васильевна, главная кушерка при Натальево центра. В областной больнице работаю с 1988 года. 33 года на посту одного ульяновского роддома отделение патологии беременности. Через боль и слезы, внезапные кровотечения и врожденные отклонения. Несмотря ни на что, здесь возвращают на лица взрослых улыбки и дарят миру новые здоровые жизни. Роддом – это только команда. Среднее звено – это, как говорится, помощь врачам, помощь заведующим отделениям, где без старшей и главной кушерки практически никакой заведующий, доктора и замглавного врача не сможет работать. Спустя три десятилетия в ее отделении изменилось без преувеличения все. Вот так, с подарками и яркими кадрами на память. Теперь провожают домой каждого новорожденного. Но Светлана Васильевна, кажется, до сих пор до деталей помнит те годы, когда обо всем этом приходилось только мечтать. Когда я работала на посту, и это были ночи, особенно нулевые эти годы, 90-е, когда не было по одной работы, не был санитарок, не был буфетчик, нужно было всех кормить, все это организовывать. Зарплаты задерживали, сюда мало кто шел. Минимум по пять будущих, а вместе с ними и несколько новоиспеченных мам в одной палате. Один общий душ и постоянные очереди даже в уборную. Малышей приносили по несколько раз в день, но только на кормление. Конечно, работа наша очень сильно изменилась из-за того, что в 2013 году нас открыли после реконструкции. Сейчас у нас совместное пребывание мать и дитя, две мамы, два малыша, все под рукой, все отдельно. Призвание – главная медицинская премия России. Награждаются лучшие из лучших. В этом году уже 21-я церемония. Номинация за многолетний труд и верность профессии теперь живет здесь. В перинатальном центре Ульяновской областной больницы. Большое спасибо всем врачам. Тем, кто самоотверженно борется за биение каждого сердца, большого и маленького. Ведь это их призвание. Яна Федорищева и Дамир Губеев. Вести. Ульяновск. Сегодня Ульяновск отмечает день рождения Ивана Александровича Гончарова. В честь события этого в областном центре проводятся деловые и культурные программы. Такие как Всероссийский Гончаровский праздник, Обломовский фестиваль, межрегиональная книжная выставка-ярмарка, творческие лаборатории и многое другое. Завтра в час дня намечено литературное собрание, а на бульваре Новый Венец в 14.30 начнется концертная программа, кульминацией которой станет выступление оперных певцов, лауреатов Всероссийских и международных вокальных конкурсов Офелии Погосян и Максима Доминова в сопровождении Ульяновского симфонического оркестра. Примечательной частью площадки станет инсталляция из диванов. Ведущим программы будет сам Обломов, артист драмтеатра. А посетители, кроме певцов, смогут послушать выступления литераторов, представителей молодежных, общественных и коммерческих организаций города. Далее прогноз погоды от Ульяновского гидромедцентра. А у меня на этом все. Я желаю вам приятного вечера и хороших выходных. Субтитры предоставил DimaTorzok Завтра днем по области от 24 до 29 градусов выше нуля. По югу области до плюс 32. В Ульяновске плюс 27, плюс 29. В центральных районах области сохраняется высокая пожарная опасность четвертого класса. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok